Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе стабильно растет, особенно в последний месяц. Ежедневно медики фиксируют более 450 зараженных. Для сравнения, специалисты приводят показатели полуторамесячной давности, когда в день количество заболевших составляло всего 30-40 человек. Специалисты утверждают, в первую очередь это связано со снижением коллективного иммунитета. Та вакцина, то перенесенное заболевание, которое создавало иммунитет на определенное количество времени, у большинства населения уже стали ослабевать, и, безусловно, население становится опять более восприимчивым. На сегодняшней пресс-конференции, посвященной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян уделил особое внимание вопросам, связанным с мерами профилактики. Не исключена очередная волна заболевания с наступлением осенне-зимнего периода. В начале этого года медики выявили новый штамм – омикрон. На сегодняшний день он мутировал и с новой силой готов ударить по иммунитету человека. Пик заболеваемости ожидается осенью, в период простудных заболеваний, когда иммунитет ослаблен. Симптомы, вызванные новым штаммом, не сильно отличаются от тех, что фиксировали при омикроне. Заболевание нередко протекает как ангина, с сильными болями в горле, высокой температурой, болями в суставах и мышцах и невероятным чувством усталости. Этот вид вируса в меньшей степени влияет на легкие, но все же вызывает осложнения. Невидимые есть особенности. Они заключаются в том, что система гемостаза, то есть свертывающей крови, страдает в большей степени, чем мы это видим в начальном этапе. То есть человек может чувствовать себя хорошо, а в организме уже проходят процессы, которые, если своевременно не лечить, то обязательно выльются в виде тромботических осложнений. По оценкам специалистов, в ближайшее время рост заболеваемости продолжится. Ситуацию можно будет считать управляемой лишь в том случае, если самарцы продолжат систематическую вакцинацию, которую следует проводить раз в полгода. Элементарные правила гигиены также никто не отменял. Необходимо мыть руки и обрабатывать их антисептиками. И помнить, при первых симптомах, хотя бы отдаленно напоминающих простудные заболевания, необходимо обратиться к врачу. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.